Чинить бесполезно. Фигуры небольшой скейт-площадки на Икаре окончательно приходят в негодность. Пространство для любителей экстремальных видов спорта появилось в нашем городе в 2015 году. За 8 лет площадка сильно износилась. Периодические ремонтные работы дают только временный эффект. Как минимум хотя бы поставить перилы сюда, поменять вообще все. То есть здесь переделали фан-бокс, он теперь непригоден. Там при въезде огромный стык, который подбивает уже фигуры некатабельные. Тот квотер, он сделан, туда поставили фанеру скользкую. Вообще, то есть обычная фанера не для катания. То есть тоже фигур не годится никуда. Все нужно переделать по сути. Гринбокс стоит на двух бревнах, которые мы сами сюда притащили. Трюки на велосипеде смотрятся эффектно. Этот захватывающий, но травмоопасный вид спорта очень популярен среди саровской молодежи. Сложные элементы важно отрабатывать на качественном оборудовании. Новые формы снизят риск травм и неудачных падений. В теплое время года площадка собирает много спортсменов. Катаются в день, ну, допустим, взять какое-нибудь лето. Приезжают сюда, ну, человек, я не знаю, 30 минимум точно. Ну, так, в сумме за день, типа, они меняются. Там приезжает один, уезжает, ну, потом он уезжает, приезжает еще один. Так человек 30 дней меняется. А так, в целом, ну, еще больше. С проектом замены фигур на скейт-площадке спортивная школа Икар заявилась на конкурс инициативного бюджетирования «Вам решать». Теперь только горожанам предстоит сделать выбор, какое саровское пространство благоустроят в этом году. Уважаемые граждане, просим вас проголосовать за ремонт скейт-парка, поскольку тут катаются ваши дети, внуки и продолжат делать это на протяжении многих лет. Скейт-парк в данный момент находится в непригодном для этого состоянии. Важен каждый ваш голос, поэтому просим вас проголосовать на сайте «Голос за». Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.